Если вы сейчас тронетесь, вот это, это оскорбление символа, я вас предупредила сразу. Но, как известно, кремлёвский блицкрик провалился. Доблестная вторая армия мира села в лужу, а её срочники начали массово возвращаться в родную матушку Россию не со щитом, а на щите. Если уж быть точными, то в целлофановых пакетах. Значительно угас патриотический дух, способных повторить 1945-й и на словах «дойти до Берлина», когда их новомодные прически с выбритыми буквами «З» стали массово подправлять под машинку в армейских военкоматах. Патриот чего? Своей страны? Конечно. На что вы готовы ради страны? На всё. Смотрите, у нас есть патриотический список, можете, пожалуйста, нам оставить свои данные? И в случае всеобщей мобилизации у вас будет... Подождите, почему? Мужчина, почему не готов? В один миг две латинские буквы «В» и «З» стали позорным клеймом на репутации 140-миллионной страны. Сколько надо быть тупыми, чтобы, блядь, из всех букв английского алфавита, латинского, извините, выбрать именно, блядь, те две, которые использовали нацисты? Из Германии, вот те вот настоящие нацисты, которые так себя и называли, и этого не скрывали. Каким же надо быть идиотом, чтобы использовать «З», которая похожа на молнию СС? И «В», вот даже тут надо ассоциаций проводить, именно «В», вот именно «В» использовали нацисты. «З» и «В». И эти символы использует та страна, которая воюет против нацизма. При этом она взяла себе символы нацистов из прошлого. Теперь буквы «В» и «З» стали клеить из-под тишка, на машины заклятых врагов, ведь в целостности и сохранности до утра те уже не доживали. Такой сегодня меня сюрприз ждет с утра. Все колеса порезаны, все четыре. А это из-за того, что наклеила наклеечку «З». Быстро смекнули, что две пресловутые буквы, как и «Война России с Украиной», на всю жизнь останутся пятном на кровавом мундире и российские главнокомандующие. Прикусив языки, военные стали аккуратны в высказываниях, все чаще перекладывая вину друг на друга. Официально открестился от свастики 21 века и начальник главного военно-политического управления вооруженных сил РФ Сергей Гусев. По существу заданных вопросов сообщаем следующее. Данные знаки не являются официальными воинскими символами, обозначениями и не несут специальной нагрузки. Да что там генералы? Даже жены российских мародеров и насильников во избежание неминуемой кары стали открещиваться от своих мужей-срочников. Молодцы, красавцы, оккупанты, преступники. Все. Комментарии к тем, кто что-то получил, закончили. Убийцы, варвары, вандал. Все, теперь точно конец. А если бы я получил медаль? Я, собственно, всех таковыми считаю. Как минимум же оккупанты и убийцы. И преступники. Ну, преступники ваше начальство, вы просто тупо пешки. Когда теперь тебе жить со мной с преступником, вандалом, убийцей, бессовестной тварью. Да, в этом вопрос, что ты не чувствуешь никаких угрозений совести. Почему-то за тебя их чувствую я. А что, компенсация за убитого в бою мужа, за которую можно купить стиралку и микроволновку, лучше вечно пьяной и безработной второй половинки дома в обнищавшей России. Знают дети с малых лет, что такое буква «З». Ведь не знать такое глупо. Буква «З» это... Однако так просто откреститься от содеянного ни у российских военных, ни у некогда ярых приверженцев русского мира не выйдет. Для всех них сегодняшние события в Украине не пройдут даром. За них придется расплачиваться репарациями и тюремными сроками. Ну, давайте разберемся с Борисом Тизенгаузеном. Это политехнолог. Что же все-таки эти символы означают? Почему они уходят, так сказать, с этого рынка? Борис, здравствуйте. Рады вас видеть. Ну что, прощай «В»-шечка, прощай «З»-очка отработали? Выдохлись фашистские символики за три месяца? Я не думаю, что они полностью выдохлись. Дело в том, что самим россиянам так с самого начала и не объяснили вообще, что же обозначают эти символы. Но есть они и есть. Помимо «З» и «В» на российской технике были и буква «О», и квадраты, были и «З» в квадрате и так далее. Поэтому до конца россиянам так и не объяснили, что вообще значат эти буквы. Россиянам они сильно понравились, потому что Россия вся на символизме строится, на символических датах, на символах, на героизации определенных людей. Помните, и Советский Союз, собственно, этим грешил, не то слово, очень увлекался. Поэтому я думаю, что вот эти символы для россиян, они как раз символы именно этой войны. Ну или спецоперации, как они называют, чтобы отличить эту войну от всех других войн, которые вела Российская Федерация. Но россияне радуются. Единственное, конечно, они вот прекрасно понимают, хорошо у вас в подводке было показано, что за эти символы они будут страдать в любой цивилизованной стране. Им бьют машины, им сжигают машины. На законодательном уровне даже и в странах Балтии в том числе принято решение, что если человек, даже имея визу, въезжает с символикой Z и B, то до свидания пограничник имеет право его не пустить в страну. Поэтому это символы. С одной стороны, для цивилизованного мира этими символами помечены убийцы, мародеры, воры и насильники. А россияне, они радуются и помечают себя сами этими символами. Борис, а хорошо, что им на смену придет тогда? Давайте подумаем с точки зрения, если поставить себя на место. Уже пришло, то есть уже пришло. Помимо этих символов, смотрите, что у них получилось. Они, значит, сначала символы загнали эту бедную бабушку с красным флагом. Потом, когда бабушка, значит, памятники ей начали ставить по своим городам, начали ее рисовать везде. Потом, когда бабушка вышла в эфир и сказала, что россияне идиоты-убийцы, то бабушку быстро начали вытирать из всех средств массовой информации. Сейчас у них там этот мальчик Алеша, который хочет стать танкистом. Они тоже его возводят в ранг. Уже шоколадки не Алленка, а Алешка у них там выпускают и так далее. Тогда мальчик, как говорится, в массы пошел. И вот они будут постоянно создавать новые символы. Это, знаете, как песни. Вот немножечко заслушали одну, давайте следующую. Закреплять на уровне каком-то государственном. Помните, кстати, вот эти концерты, которые они проводили на 9 мая? Они там туда же тоже были заведены. Символы Z и V. Понятно, что на параде их не было по причине того, что были запрещены эти символы в европейских странах. И, наверное, россияне боялись, что их унылый парад не покажут из-за этой символики где-то по телевизору в европейских странах. Вот так, скорее всего, было. Ну, то есть на смену сейчас не придет... Война, по большому счету, она сформирована уже символами. Сейчас еще каких-то пару там они, значит, этих пионеров, героев создадут. Детей полка там или еще кого-то. Или героического какого-то сержанта, который одним выстрелом 10 танков уничтожил. И вот будут закрепляться уже, я думаю, на уровне вот этой мифологии. Стаю байрактаров сбил, стаю байрактаров, помните? С боевым голубем, боевым голубем. Да, но тут вообще-то есть еще один символ. Это георгиевская лента, да, довольно часто ей применяют. Написать любую литеру с помощью георгиевской ленты, она уже автоматически становится некой героической для, видимо, российской армии оккупантов. Тут другой момент. Почему так цепляются за советские символы? Почему вновь стали мелькать красные флаги, пока серп и молот только не видел, но, думаю, не за горами? Так потому что Путин мечтает создать Советский Союз формата 2.0. Они же и день пионерии, это только по-другому назвали, возобновили. И красные флаги постоянно пытаются вешать рядом с российскими. То есть они же вот хотят, очень хотят. И Путин, кстати, сокрушался. Коллеги, попрошу показать как раз то, о чем Борис говорил. Очень интересный пример. Просто этот мальчик Алеша, вот сейчас вы видите его на экране, который провожал технику российскую убивать украинцев в Белогородской области. Вот этот малыш и вот его шоколадки, да? То есть Алешка. Темный шоколад. Кстати, почему темный? Почему не светлый? На противовес Аленке. То есть это не наша фантазия, это не фантазия нашего спикера. Это вот действительно реальные шоколадки с мальчиком в военной форме. Еще раз покажите, просто чтобы зритель запомнил, как выглядит вот это безумие. Спасибо. Да, Борис, вам слово. Да, и вот этот маленький арчонок Алешка, вот он и понесся по городам и весям. Сейчас его там вешают в детских садиках и школах как какого-то героя. И мальчик, который вырастет и пойдет убивать украинцев. Вот герои современной России. Но вернемся к Советскому Союзу. Почему? Потому что Путин всегда сокрушался, что Советский Союз развалился. Потому что очень много рефлексирующих на Советский Союз россиян, которые жалеют по тем временам, когда мороженое, колбаса стоило столько-то. Государство за тебя все платило. Правда, могло отправить тебя лес валить просто за неосторожное высказывание. Ну а в России уже так сейчас. Поэтому вот осталось вернуть колбасу по той цене. Осталось вернуть мороженое и все. А как это колыма, она есть уже лес. Валить уже отправляют за плакат невинный какой-то или за абсолютно нормальное высказывание. Поэтому россияне хотят вернуться в Советский Союз и им дают то, что они хотят. Ну и чековые магазины желательно еще вернуть. И чехословацкую мебель. И югославский сервиз. Вот тогда будет классно. Стеночки. Борис, но не все россияне на самом деле хотят в Советский Союз. Вот опять-таки, коллеги, покажите изображение с компьютера. В городах России прошла акция с надписью «Вы хотите умирать за это». Ну вы знаете, вот тут интересно к вам как политтехнологу вопрос. Мы же понимаем, что подобные объявления разместить без какой-то попустительства местных, ну хотя бы каких-то региональных властей будет очень тяжело. Это же все-таки официальная процедура, там оплата даже тех же счетов. Может ли быть такое, что в России увеличится волна протестов хотя бы для людей, которые на кухне обсуждают, что что-то происходит не так? Ну, я думаю, что это объявление, скорее всего, было размещено неофициальным путем. Просто могли хакнуть борт этот туда и разместить. Но потому что... Да, 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 тоже правда. Насчет протестов, сомневаюсь, честно говоря, в массовости протестов, потому что россиянин принял для себя решение, что проще убежать, чем выйти на протесты. Хотя единичные случаи, очень приятные нашему глазу, когда коктейлями молотом забрасывают военкоматы, они уже есть. Но опять же, это все ночью, под покровом ночи. Это не открытый протест. Вот если бы вышло 100 тысяч, снесли, сожгли автозаки эти, вот тогда это был бы протест. А так, ну, мы же видели картинку, когда там 50 или 100 участников митинга убегают от одного пузатого российского полицейского. Поэтому вот вам и весь митинг. Боятся, их запугали. Многие боятся за семью, за себя, за то, что потеряют свободу просто-напросто. Ну, в общем, не рассчитываем в ближайшее время на какие-то массовые митинги в России. Ну, с другой стороны, мы ранее не видели подобных случаев, когда коктейли молотовы швыряли в направлении призывных пунктов. Соответственно, некие изменения мы уже можем наблюдать, что не может не радовать. Да, изменения есть. И я думаю, знаете что, вот как раз массовые митинги могла бы спровоцировать массовая мобилизация в России. Потому что уже во все, даже небольшие города приехали, кто целым, кто по частям, трупы российских солдат. Везде есть могилы, везде их хоронят. Скрыть, что там никто не погибает, уже не получается. Никто на убой своих, ну, хотя тут мы еще посомневаемся, где-то из глубинок там только руки потрут, что вот уехал, вернулся и вместо него компенсация. Ну, вернулся не очень живой, например. Вот. Поэтому бунты, когда матери будут выходить за жизни своих детей, они более вероятны, чем бунты, когда молодые здоровые парни будут выходить за свободу и будущее своей страны. Ну, слушайте, большое интервью Катерины Гордеевой, российской оппозиционной журналистки, вышло как раз с тремя российскими матерями. У всех была абсолютно идентичная история. Дети-срочники попали на учения вблизи границы Украины, и там подписали контракт фактически за две недели до начала военных действий. Поэтому, конечно, тяжелая история, да, с точки зрения того, как мобилизировать они будут. Мне кажется, что они не будут никого мобилизировать, просто будут давать подписывать, вот прям перед вступлением в Украину. Поэтому, ну, по крайней мере, эту технологию озвучивают родственники этих военных. Ну, тогда, да, тогда будет и уже есть массовые случаи, когда они себе там в ногу стреляют, калечат себя, чтобы уехать оттуда. Вот такая будет мотивация, вот такая армия будет. Ну, хорошо, с другой стороны, Путин подписывает закон, согласно которому отменяется возрастной предел для заключения первого контракта с вооруженными силами Российской Федерации. Только вслушайтесь в это. Для женщин, значит, до 60 лет могут, а для мужчин до 65 лет. Ранее было 60 лет. Так что ждем теперь массовые акции протеста? Да нет, никаких. Они же подняли просто потому, что не могут собрать людей. Да, понятно почему, понятно. Но вы думаете, что это не приведет непосредственно вот к той массовой открытой мобилизации? Нет. На 5 лет подняли, это, наверное, чтобы каких-то там афганцев подняли, которые по возрасту еще не провозят там 60 лет. Поэтому я не думаю. Ну да, с другой стороны, никого не хочу обидеть, но после 60 наверняка задор и желание воевать, оно не такое, как, скажем, у молодых людей. Слушай, в любом случае, смотря сколько денег будет за это платить, также есть там информация с тарифами, которые обещают этим военным. Но это уже тема другого разговора. Огромное спасибо Борису Тезенгаузену, политтехнологу, за то, что разобрал с нами сути этих фашистских символик. Ну, кстати, знаешь, если уже зашел разговор, и давайте вот так вот по-журналистски эту тему не отпустим, буквально вот сейчас попытаюсь найти. Смотрите, коллеги, просьба к вам показать материал из одного из телеграм-каналов. Министерство обороны Российской Федерации предлагает заключить краткосрочный контракт от одного месяца до одного года. И вот, что мы видим по расценкам. Единопременная денежная выплата в момент заключения контракта 250 тысяч рублей. Денежное удовольствие 220 тысяч рублей. Я так понимаю, что речь идет о ежемесячном выплате. 8 тысяч рублей за каждые сутки ведения активных боевых действий. Так, льготы. В общем, сейчас, 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 сейчас. Вот то, что я читаю, да? Вот, видим, льготы, 70% надбавка к должностному окладу при сдаче на отлично нормативов и так далее. Ну, в общем, по сути, в государстве, в котором огромные проблемы с рабочими местами, возможно, такие деньги действительно привлекут чьих-то отцов, дедов в том числе. Ну, это ужасно, но вот такова реальность. Поэтому, ну, слушайте, внимательно изучайте статистику потерь. Больше 30 тысяч. Общайтесь с солдатскими матерями и после этого общайтесь со своими родственниками. Отговаривайте их воевать, идти в Украину. Потому что, ну, никакие деньги не стоят того, чтобы стать одним из этих 30 тысяч в украинской земле. Все очевидно. Неоднократно российские пропагандисты угрожали как Украине, так и всему миру применением ядерного оружия. И тут посол России в Великобритании Андрей Келлин сделал следующее заявление. Россия не станет применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины, поскольку...